Знаете ли вы, что такое жажда золота? Когда люди могли убить или даже умереть сами в поисках этого драгоценного металла? Эта жажда обуяла и меня однажды, об этом моя история. С золотом я познакомился ещё в юности, когда мы детьми играли на речке, а на дне что-то блестело. Взяв из дома обычную тарелку, я набрал в неё грунт и пытался промыть, как это делают опытные старатели. Если сделать всё правильно, золото осядет на дно вместе с другими тяжёлыми металлами, и его даже можно будет увидеть и потрогать. Тогда на ручье я был слишком мал и неопытен, и все золотые песчинки убежали прочь из моей тарелки. Шли годы, я вырос и окончил университет. Началась обычная взрослая жизнь, бытовуха. Работа и дом были моими лучшими друзьями, там я проводил большую часть своего времени. По выходным мы с женой, иногда выбирались за город, на дачу к родителям, но это нельзя было назвать отдыхом. Хозяйственные работы с утра до вечера отнимали последние силы. Друзья тоже были, но с годами их становилось всё меньше, лишь с несколькими общался постоянно и выпивал по выходным. Так бы и не началась моя история, если бы не Вадим, мой друг, знал его очень давно. Высокий, среднего телосложения, носят очки… Однажды вечером за бутылочкой пивка мы обсудили эту старую тему про золото. Как оказалось, он знал про него не понаслышке и даже прикупил небольшое количество необходимого оборудования. лоток, лопата, сито и даже металлоискатель одной известной фирмы лежали в багажнике его автомобиля. «Вот, смотри!» Он достал лоток из машины и подал мне. «Это лоток. Набираешь грунт, хорошо разминаешь его и доводишь до шлиха». Мы не стали долго думать, а сразу отправились на ближайшую реку, где в детстве я и видел на дне блестящие песчинки. У друга было больше опыта, чем у меня, он поставил лоток на землю, сверху положил сито и ловко накидал лопатой по роду. «А теперь смотри, как надо!» Он погрузил лоток с ситом в воду, руками размял грунт и вытряхнул из сито ненужные камни. «А теперь надо довести до чистого!» И стал крутить лоток в воде. Через минут пять такой работы на дне стали отчётливо видны небольшие песчинки золота. Совсем немного. Некоторые были крупнее других, всего штук десять от силы. «Ого! Вот это да! Золото!» «Оно самое, но тут его совсем немного. Если промыть куб породы, то, может быть, получим грамм или два...» «А... Почём сейчас золото?» Не стал дожидаться ответа, а полез в телефон посмотреть. Неплохая цена, однако. «Но не всё так просто, Коль. Добыча золота в стране запрещена и незаконна. Но в магазинах легко продаётся всё оборудование – помпы, шлюзы и прочее. И как же быть? Ну, намыли мы грамм сто. Куда их?» Вадим хитро улыбнулся. «У меня есть варианты, но нужен надёжный напарник». К явному неудовольствию жены я изъял свою заначку, отложенную на ремонт, и купил помпу, шлюз и лопату. И мы стали добывать золото. Вокруг города была масса старых отвалов после драги. «Всё свободное время мы занимались только этим. Вариант друга оказался знакомым ювелиром, который скупал нашу добычу по вполне приемлемой цене. Работа старателя совсем не развлечение, как думалось мне вначале. Это тяжёлый труд. Для того, чтобы намыть десяток грамм, надо было перекидать минимум пять тонн грунта. Но мы не жаловались, хоть и хороших отвалов становилось всё меньше и меньше. «Слушай, мы вот всё моем, моем эти остатки. А дальше что? Куда двинем?» Содержание тут небольшое, но даже с него мы неплохо заработали. «А есть нетронутые места, не забывай. Урал, край контрастов. Через две недели у меня начинается отпуск. Изучим карты, а вось повезёт». Мой начальник нехотя подписал бумагу о моём отпуске. В горячий сезон работы было больше обычного. «Надолго не пропадай. Без тебя не справимся». Он вообще бы меня не отпустил, но однажды я застал его с главным бухгалтером. Они делили наши невыданные премии и после этого относился ко мне благосклонно. Мы сели за карты, если хорошо поискать, то найдётся практически всё. На сайте одного известного геологического института была опубликована полная карта не только Свердловской области, но и всей России. «Где, когда и сколько добывалось золото в определённом месте, закрыт рудник, действующий или на консервации, мы узнали всё». «Вот, смотри, север области, много рек, и всё отмечено знаком Аю. То, что нам нужно. Места глухие, вероятно, водятся дикие звери, ружьё нам не помешает». Вадим взял у отца ружьё, мы взяли всё необходимое для похода – палатки, тёплые вещи, спальники и, конечно же, оборудование. Жена неохотно отпустила меня, сказала, что у неё плохое предчувствие, но когда-то мы слушали своих жён, хотя иногда стоило бы. Густой лес сменялся тихими деревушками и небольшими городами. Машина наша обладала повышенной проходимостью, в простонародье её называли батон или буханка – советская надёжная техника. Ведь там, куда мы ехали, с дорогами было очень сложно. Через несколько дней мы приехали на место, точнее до места было ещё далеко, но даже такая машина, как наша, не могла там проехать, и мы пошли пешком. Места эти были странными территориями народа манси или вагулы, как они себя называли. Некогда тут существовало даже целое княжество. В бассейнах этих рек издревле добывали золото, ходят легенды о золотой бабе, таинственном идоле, меняющем своё местоположение. Историки говорят о ней то, как по золоченном идоле с ребёнком на руках, то, как о скале, имеющей очертания женщины. Мы погрузили свои пожитки в рюкзаки и двинулись в путь. Шли вдоль реки, чтобы окончательно не заплутать, взяли компас. На ютубе много обучающих видео, как правильно добывать золото. В одном таком говорилось, что надо брать пробы каждые десять метров, чтобы выйти на хорошее содержание. Так мы и сделали. Пока золота не было, один чёрный шлиф в изобилии лежал на дне лотка. За несколько дней пути мы ушли глубоко в лес. Изредка нам встречались дикие звери, но выстрел из ружья пугал их, и они убегали. Из реки постоянно брали пробы, но ничего похожего на золото так и не добыли. «Да что ж такое-то?» Я уже начал терять терпение. «Сколько дней мы идём?» «Два-три, если верить карте. Мы должны дойти вот до этой горы, а за ней брошенный прииск. Там точно должно остаться золото». Вадим тоже был недоволен. Казалось, мы должны были дойти гораздо быстрее. Вполне вероятно, что мы вообще заблудились. «Что это такое? Смотри!» Я указал рукой на возвышение, очертаниями напоминающие женщину. «Какая-то гора, видимо». «Не просто гора. Ты посмотри, как она похожа на описание из легенд. А там должна быть куча золота». Мы приблизились к горе. Её очертания напоминали сгорбившуюся старуху с клюкой. На месте лица зияла огромная впадина. Оставив вещи внизу, мы полезли на гору. На месте впадины оказалась небольшая пещера. Внутри горел свет. «Зайдём», – сказал я. Не дожидаясь ответа, мы оба заскочили внутрь. В самом центре пещеры стоял постамент, вокруг горели небольшие костры, обложенные камнями. А на постаменте стоял золотой идол женщины с младенцем, весь увешанный цветами сантиметров шестьдесят в высоту. «Офигеть!» «Коляс, посмотри, это золото, золото!» Вадя схватил идол, пытаясь прикинуть его вес. «Килограмм десять, не меньше. Мы богаты!» Мне стало не по себе. «А кто зажег эти костры?» «Ты не думаешь, что это может быть опасно?» «Плевать!» «Берём идол и валим!» Как только он взял идол в руки и отошёл на метр в сторону, костры резко погасли, стало темно и подул ветер. Мы пули выскочили из пещеры, друг всё гладил идол и что-то шептал себе под нос. Небо стало чёрным, был сильный ветер, надвигался ураган. Вдруг он резко обернулся ко мне, схватил за куртку и толкнулся скалы. Не знаю, сколько времени я там пролежал, но когда очнулся, вокруг никого уже не было, а дождь прекратился. Попытался подняться, но вдруг ногу пронзила резкая боль. Очевидно, она была сломана. Однажды и меня вела дорога приключений, но тут мне сломали ногу. «Ай!» Я еле поднялся и огляделся вокруг, доковылял до ближайшего камня и присел, закатав штанину. Нога была сломана, огромный синяк от колена до лодыжки уже стал фиолетовым. Кое-как разорвал рубашку на лоскуты, сломал пополам одну толстую палку и наложил шину. Начало темнеть. Мой хороший друг уже явно удрал, бросив меня умирать. И я не нашел ничего лучше, как вернуться в пещеру. Это оказалось не так-то просто. Налегке мы быстро забрались туда, но теперь со сломанной ногой это оказалось не таким простым делом. Мой рюкзак валялся под горой, я вынул из него веревку, обвязал его, а другой конец взял в руку, чтобы втащить его наверх горы. Медленно, но верно, все-таки справился с этой задачей и без сил рухнул на пол пещеры. Тут было тепло и влажно, где-то в углу что-то капало. На постаменте, где когда-то был идол, лежали подношения. Видимо, в первый раз мы их не заметили. Но кто живет в такой глуши, да еще и оставляет тут эти вещи? В духовном порыве я опустился на колени, не обращая внимания на ногу, скрестил на груди руки и помолился. Воздух загудел от напряжения. И еще долго гудел даже после того, как я перестал говорить. Верующий из меня так себе, и я ничего не мог вспомнить, кроме как «прибудет царствие твое, да будет воля твоя, и на земле, как на небе». Разложив пожитки, достал фонарь, еду и спички. В боковом кармашке лежали четки, не помню, чтобы у меня такие были, но вещи собирала жена, могла и положить. Перебрав их в руках, положил четки на алтарь, развел небольшой костер, поел и уснул. Ночью я слышал выстрелы, а может быть мне показалось. Спал плохо и постоянно ворочался. Хотя с моей ногой это сделать было очень сложно. Вокруг тайга, нога сломана, дикие звери, до ближайшего поселения три дня пути, а компас остался в рюкзаке Вадика. Проснулся от того, что кто-то тащит меня за шиворот, я испугался и резко подпрыгнул, приземлившись на больную ногу. Это был огромный черный пес, больше похожий на волкодава, чем на обычную дворнягу. Он смотрел на меня и дружелюбно вилял хвостом. «Как ты попал сюда?» – сказал я, потирая ушибленную ногу. «Или ты чей-то пес, а хозяин бродит рядом». Но у пса не было ошейника и рядом никто не бродил. Вокруг тайга стояла пугающая тишина, даже птицы не щебетали над головой, а попрятались в свои гнезда. Пес гавкал и словно звал меня куда-то, выложив все лишние вещи из рюкзака, оставив только еду, спички и спальник, двинулся за ним следом. Пес бежал впереди, словно показывая дорогу, куда он меня вел, мне было неизвестно, но он явно знал, куда мы идем. Шли мы медленно, я постоянно останавливался. Он оглядывался на меня и гавкал, наконец я устал, сел на землю. «Друг, постой, давай сделаем привал». Он как будто понял меня, остановился, а через пару секунд резко рванул куда-то в сторону. «Постой, куда ты?» Но пес не откликался. Наломав веток, я быстро зажег костер, уроки отца явно пошли мне на пользу. На поляне, где я расположился, в изобилии росла черника, явно лучше, чем однотипный сухой паек, что был у меня. Раскатав спальник, лег на него, лежал и ел, как вдруг, Внезапно на поляну выскочил пес, держа в зубах мертвого кролика. Он положил его прямо передо мной и радостно гавкнул и удалился. «Ого! Да ты молодец, парень! Сегодня у меня будет вкусный обед!» Недолго думая, снял с кролика шкуру и насадил его на толстую палку. Стемнело, сытно поев, лег на бок и думал о псе. Его давно не было видно, возможно, убежал ловить еще кого-то. Как вдруг рядом кто-то завыл. Волк. Я резко вскочил, насколько это было возможно, и схватил горящую головню из костра. Кусты задрожали, и оттуда вышел волк, а потом еще один. Не меньше десятка диких созданий, совершенно не боящихся человека. Их голодные серые глаза смотрели на меня, а из пасти капала пена. Они шли полукольцом, подходя все ближе и ближе, и громко рычали. И я кричал и махал горящей головней. Это не особо помогало. Звери на секунду останавливались, боясь удара ветки, но потом опять медленно стали надвигаться на меня. Вдруг на поляну выскочил пес. Его шерсть была взъерошена, а глаза злобно сверкали. Он без раздумья кинулся на ближайшего волка и перекусил ему шею. Остальные звери в страхе попятились, но перегруппировались и уже стали наступать на пса, оставив меня без внимания. Собака, будучи и так немаленьких размеров, вдруг стала увеличиваться на глазах, пока не достигла размера взрослого медведя. Волки синхронно кинулись на него, но он был слишком силен и с легкостью перекусывал им хребты. Звери в страхе разбежались, пес стоял посредине поляны и тяжело дышал, изо рта капала пена. Я неуверенно стал подходить к нему. «Друг, ты как?» Он злобно посмотрел на меня, но в ту же секунду вытащил язык, завилял хвостом и подбежал ко мне. В ту ночь я спал спокойно, собака лежала рядом со мной, в кустах что-то шуршало, пес тут же поднимал голову и шуршание прекращалось. Через несколько дней мы выбрались на опушку леса, там и оставили машину. На удивление, машина стояла на месте, хоть задние стекла были выбиты, а пассажирская дверь поцарапана. Следы когтей и зубов явно говорили о крупном звере, возможно, медведь. Только приблизился к машине, как в меня кто-то выстрелил. Я упал на землю и поднял голову, пытаясь понять, кто это был. Из разбитого окна выглянула голова Вадима. Лицо было перекошено от ужаса, а щеки исцарапаны. Его трясло, глаза в бешенстве вращались и готовы были выскочить из орбит. Увидев меня, он перезарядил ружье и направил его на меня. Я быстро перекатился по земле, спрятавшись за ближайшим деревом. «Эй, друг, что ты делаешь? Это же я, Коля!» «Не подходи ко мне, я буду стрелять!» Он несколько раз выстрелил в воздух. «Да что же ты творишь-то, идиот?» Задние двери машины отворились, Вадим лег на пол, прицелившись в мое укрытие. Как вдруг на него запрыгнул пес и вцепился в ружье. «Отстань, отпусти ружье, псина проклятая!» Собака укусила его за руку, он выронил ружье и стал кататься по полу от боли. Пес же не стал церемониться с ним, а вцепился в горло. «Стой, не надо, он того не стоит!» Собака подняла голову, посмотрела на меня, а потом резко развернулась, схватила его рюкзак и убежала в лес. «Стой, нет!» Вадим кричал ему вслед, вытянув вперед здоровую руку. «Тамы дал!» В аптечке были таблетки, я дал ему пару пилюль, перевязал руку и он уснул. Заблаговременно разрядив ружье и спрятав патроны, я сел за руль. Нога ужасно болела и сложно было давить на педали, но мы ехали домой, а остальное было неважно. «Прости, я не знаю, что на меня нашло». Вадим проснулся, его все еще потряхивало. Я схватил идол и как безумный побежал, пока не очутился на какой-то поляне. Хотел вернуться назад, но не знал дороги. «А что с тобой случилось потом?» Потом появились они. Огромные черные псы, их была целая стая. Я стрелял в них, потратил кучу патронов, но так и не смог убить никого. Они шли за мной по пятам все эти дни, ни есть, ни спать я не мог. Ночевать приходилось на деревьях, а они собирались под ними и всю ночь выли. Его опять затрясло. Я вытащил из бардачка фляжку с коньяком и дал ему, он сделал большой глоток и продолжал. Днем они отступали, как бы издеваясь надо мной, следили за каждым моим шагом. Я совершенно выбился из сил, не знаю, как дошел до машины. Забежал и спрятался, сидел внутри очень долго, слышал, как они царапают двери и рычат. И если бы не ты… если бы не… успокойся, выпей, мы едем домой. Он еще долго что-то бормотал себе под нос, разобрать было сложно, только слова золота, баба, собаки, стрелять. По приезду я отвез его в больницу. Увидев мою ногу, врачи забрали и меня. Нога моя быстро зажила, перелома не обнаружено. Все потихоньку наладилось, Вадима больше не трясло от каждого шороха, но иногда, вечерами за бутылкой пива, можно было видеть его тяжелый, задумчивый взгляд. К великому неудовольствию жены завел себе собаку, большой черный волкодав громко лаял, когда уставший приходил я с работы домой. За золотом мы больше не ездили.